Я вижу, что это гинекологический материал, взятый с полости матки. Есть железетофиброзный полип, но очень хорошо, что отепии здесь нет, зла нет. Только взглянув в окуляр микроскопа, заведующая патологоанатомическим отделением Светлана Сверидова ставит диагноз – спасать живых. Вот основная задача врачей этой специальности. Основная работа в патологоанатомическом, в патоморфологическом исследовании заключается изучение большого объема операционного и эндоскопического материала именно у живых людей. Врач-патологоанатом – это многопрофильный специалист, который должен уметь и обладать таким объемом знаний, чтобы быть везде, знать всю информацию и в хирургии, и в акушерстве, и в гинекологии, и в онкологии в том числе. Вовремя поставленный диагноз. На основании цитологических, когда изучается клетка и гистологических исследований, образцом служит ткань, ежегодно сохраняет тысячи жизни пациентов. Только в 2022-м здесь провели почти 40 тысяч исследований. Самое большое удовольствие получаешь тогда, когда ты находишь онкологию именно на первых стадиях. Тогда, когда нет никаких клинических данных, нет никаких жалоб больного. А мы увидели, видим, что это первые стадии, и для больного я считаю, что это буквально просто счастье, чтобы вылечиться вовремя и остаться живым, еще долго-долго радовать своих близких. В Матищинской больнице Светлана Свиридова работает 30 лет. 10 из них руководит отделением. Стать медиком мечтала с детства. Окончила медколледж с красным дипломом. Но амбиции не позволили Светлане Анатольевне останавливаться на достигнутом. Молодой медик поступила в медицинский университет. По его завершению была направлена в институт Эрисмана. Ездила по командировкам, вела научную деятельность. В патологоанатомическое отделение попала случайно. Сначала работала цитологом. И тогда интересная служба начиналась с цитологии, когда я врачам объясняла, что можно взять на цитологию и быстро ответить этот материал, они никак не могли понять, как так быстро. Я им объясняла, и они поняли, что это на самом деле хороший метод исследования, чисто морфологический, для того, чтобы быстро, правильно поставить пациенту диагноз, чтобы они быстро начали работать, смогли его правильную постановку диагноза и лечение. Это, конечно, для больного намного сокращало времени для лечения. Сейчас патологоанатомическая служба Мытищинской городской клинической больницы развивается и растет. За многолетний добросовестный труд Светлану Свиридову наградили почетной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации. Первыми, кому позвонила доктор, были родные. Мужи и дочери. А так вообще прыгала, как маленький ребенок. От удовольствия, от радости. И целовала всех, кто был вокруг. Большое удовольствие, конечно, получила, потому что 30 лет поработав здесь, у меня общий стаж 40 лет. И было очень приятно, что вот сейчас мне вручили эту грамоту. А сегодня в профессиональный праздник Светлана Свиридова благодарит коллег, желая здоровья и процветания. Юлия Федориненко, Алсу Калимулина, Андрей Капустин. Первомытищинский.